Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала Новониколаевского военно-исторического клуба. Как вы, наверное, уже знаете, мы готовим к печати первую версию мемуаров бывшего начальника штаба 2-й армии белых времен Гражданской войны в Сибири генерала Щепихина, который сыграл одну из важных ролей в так называемом «Восстании Барабинского полка» или «Восстании Ивакина». Часть этих мемуаров, которые непосредственно касаются восстания, мы уже опубликовали в журнале «Сибирские огни» во втором номере за 2021 год. Сейчас мы хотели бы вас познакомить с небольшим отрывком из этих воспоминаний, в которых Щепихин описывает судьбоносное совещание, судьбоносное для Восточного фронта белых 1919 года. Это совещание проходило в Новониколаевске 9-10 декабря 1919 года под председательством уже назначенного главнокомандующим войсками белых на Востоке генерала Каппеля, также с участием командующего 2-й армии генерала Вацеховского, также генерала Петрова и еще ряда высокопоставленных генералов. Итак, обратимся непосредственно к мемуарам генерала Щепихина. Генерал Попеляев арестовал Сахарова. Колчака на станции «Тайга» уже не было. Каппель и Вацеховский послали свой протест против ареста, но Верховный рассудил иначе. Сахарова сменил, предложил пост Дитерексу, а затем Каппелю. 10 декабря. Каппель выехал на станцию «Тайга», выручил Сахарова и занял от него пост главнокомандующего. Перед отъездом в Новониколаевске было небольшое совещание, на котором было решено. Всякий план удержаться на линии реки Обь надо оставить. Постараться за Обью привести части в порядок и в этом порядке возможно быстро пройти через Томск-Кузнецкую тайгу. Всякое попечение башелонных беженцев, что застряли к западу от реки Обь, оставить. Их уже не спасти. Но им надо честно заявить, что все, кто не желает оставаться у большевиков, должны пересесть на сани. Лишь больные будут доставлены на правый берег Оби и здесь распределены по лечебным учреждениям Новониколаевска и Томска. Штаб фронта отбывает Вачинск и здесь будет ожидать выхода колонн из тайги. И сосредоточение армии к Красноярску. Дальше будет действовать по обстановке. Об армии объявить, что мы никого с собой не тащим насильно. На восток идет тот, кто не может, не желает оставаться у большевиков. Решить должен каждый за себя и совершенно свободно, без давления. Чем меньше с нами пойдет, тем легче мы пройдем. Штабы армии и фронта, а также семьи и больные будут продвигаться по железной дороге, пока позволяет обстановка. Ввиду инцидентов под Новониколаевском и Тайгой, адмиралу Колчаку лучше уехать от армии и постараться достичь поскорее Иркутска. Никаких авантюр не допускать, никаких разногласий и дроблений. Так же, ни в Монголию, ни в Китай мы не пойдем. Идем вдоль магистрали, прямо на Иркутск. Сначала в Иркутск к адмиралу Колчаку, а там дальше видно будет. Кто идет с нами, держать внешний вид, беречь оружие и здоровье. Остальное приложится. Кратко описал Сергей Орефьевич Щепихин итоги судьбоносного для Восточного фронта белых совещаний в городе Новониколаевске. То есть формально точка в обороне города Новониколаевска, в обороне по линии реки Об была поставлена именно на этом совещании после восстания Барабинского полка. Хотя о том, что никакой обороны в Новониколаевске не будет физически, о том, что ничего для этого не готово, об этом было уже понятно и накануне восстания. Но, видимо, Верховное командование белых все-таки рассчитывало на то, что здесь, по рубеже реки Об будет оказано какое-то сопротивление наступающей Красной армии. Но именно мятеж Барабинского полка положил конец всем этим надеждам, всем этим расчетам. Ну, а данное совещание поставило точку во всех планах удержания Красной армии на рубеже реки Об. Спасибо за внимание.